Дом колышащихся сосен Дом колышащихся сосен Сначала объясним нашим телезрителям, почему в нашей студии так много каратистов И первый вопрос вам, Руслан Скажите, фильм, который вы сняли и в котором вы были главным героем, называется Дом колышащихся сосен Почему такое название? Что общего с каратистами, собственно говоря? Дом колышащихся сосен в переводе с японского языка, на японский язык переводится как шотокан Шотокан – это один из стилей каратэ И поэтому наш фильм называется «Дом колышащихся сосен» Расскажите о фильме, почему именно о каратистах? Откуда взялась идея? Мы занимаемся каратэ И нам как раз легче всего представить спорт, окружающую среду в этом разрезе спорта И так как мы занимаемся каратэ, именно каратэ представить Здесь мы видим картинки появляются на экране нашей плазмы Скажите, где снимали? Вижу красивые места Снимали где? Это единственный водопад в Чувашии Он находится в Маргаушском районе Снимая фильм, мы посетили много различных мест нашей республики И вот нашли такое уникальное место Нам здесь очень понравилось, окружающая среда действительно очень красивая Притягивает, хочется еще раз туда съездить Мы, скорее всего, туда еще раз съездим Хорошо, Саша, вопрос к тебе Я знаю, что ты у нас занимаешься каратэ уже 7 лет, да? Да Больше 7 лет? 7 лет? Восьмого года сейчас у нас Скажи, псевдоним у тебя, я знаю, есть интерес, называется «Невский», да? Да Ты, Саша Невский Правильно Расскажи, что за псевдоним? Александр Невский – это исторический персонаж Он был победоносным, храбрым человеком Ей для меня большая честь носить этот псевдоним И уже достаточно большое количество моих друзей Называют меня именно так Легко понятно, что это я Ну, побеждает тоже, везде побеждает И псевдоним, как раз, для него и очень подходит Да, расскажите немножко о своем воспитаннике, как вы считаете? Больше воспитанник Руслан Николаевой, ему легче обязательно рассказать Я его вижу только на соревнованиях, и он великолепно выступает Скажите, как спортсмен он какой? Как спортсмен он очень трудолюбивый Караты ему даются нелегко Я его помню, когда он пришел ко мне впервые Ничем не отличался от других Был, можно даже сказать, один из отстающих Но со временем он, являясь таким трудолюбивым, занимается больше всех Занимается дополнительно, сам занимается еще И достиг того, что является членом сборной нашей команды И на Кубке России занял второе место Я этим очень горжусь Мы тоже гордимся, Саша, ты большой молодец Спасибо Я считаю, это очень большое достижение для молодого человека, для измолшения Как тебе удается, Саша? Тренировки, упорный труд и желание Тогда вернемся немножечко к фильму Что в фильме? Я так понимаю, он документальная история о воспитаннике и о своем тренере Что еще? Что он воспитывает в подрастающем поколении? Что он дает людям, которые посмотрят фильм? Цель фильма была популяризировать спорт вообще Чтобы больше детей ушли с улиц и заинтересовались спортом Решая вот эту цель Мы решили показать фильм на многих кинофестивалях Он вошел в шорт-лист нескольких кинофестивалей И я считаю, что задача выполнена Потому что многие люди его посмотрели Если дети посмотрели этот фильм Наверняка они могут заинтересоваться спортом Я хочу сказать, что проявление интереса к спорту Это не только задача нашей федерации Но вот буквально недавно стоялась коллегия Совместная коллегия Министерства здравоохранения Чувашской республики И Министерства спорта Чувашской республики Где присутствовала глава Чувашской республики И была поставлена задача двум министерствам О том, чтобы оздоровить население Особенно начинать с молодежи И для этого использовать любые способы В том числе вот такие показательные фильмы, которые мы сделали И вот наш фильм, кстати, посмотрели Министерства здравоохранения И Министерства здравоохранения Викторов Владимир Николаевич одобрил И сказал, что этому фильму надо дать зеленый свет Не только на телевидении, но и во всех кинотеатрах Чувашской республики Люди должны посмотреть Ведь что такое каратэ? Каратэ это не только искусство самообороны Это в первую очередь культура, этика, правильное воспитание, трудолюбие Не зря вот этот вид спорта, каратэ Одно сначала было как искусство 3000 лет этому искусству И 3000 лет население земного шара Интерес к этому искусству не теряет Но последнее столетие это искусство стало еще и видом спорта И даже олимпийским видом спорта Понятное дело, мы, те, кто любим каратэ Кто занимаемся каратэ Должны показать его Потому что, ну, и считаю это правильно Потому что каратэ дает еще и крепкое-крепкое здоровье Потому что в любых условиях каратисты, даже в зимних условиях, занимаются босиком И иммунитет возрастает Не болеет практически Грипп от них отходит Но они становятся крепче телом И дух, дух меняется Растет поколение, которое сильное И наша федерация, общественная организация, я считаю, даже выполняема и государственной задачей По укреплению государства Потому что каратисты, это готовые защитники отечества в любой ситуации Скажи, Саша, действительно все так? Здоровья у тебя хватает? Хватает Вот не зря он уже в военную форму отзывал У него мечта стать военным И это, естественно, уже готовые военные Если такой юноша пойдет в военное училище На любое военное училище будет рад принимать такого юношу в своей ряде Хочешь связать будущее свое, да? Да? С карьерой какой? Спортивный или военный? Скорее всего, со спортивной продолжу заниматься каратэ Этот спорт мне очень нравится Ну, я думаю, здесь дополняет одно другое Да, поэтому все очень гармонично в этом Как тебе сниматься в фильме? Сижу, это мутер Это мой первый опыт Мне понравилось Руслан, вы расскажите Действительно так все было легко Ну, на самом деле, фильм, жанр документальный И получилось так, что мы особо-то и не напрягались Это было в рамках тренировок Поехали на водопад, съездили, потренировались Заодно нас, скажем так, сняли Поехали в другое место, красиво выбрали в Чуваши В лес, в сосновый лес Да, именно Конечно, запах какой Да, и поэтому такого вот, что-то вот Тяготы какой-то, ноши я не испытывал Было достаточно Ну, я хочу добавить, что в основном в летнее время каратист старается заниматься на природе, в лесу Вот как задуман этот вид искусства, как бы колышей сосна То есть, получается, и в древности люди занимались в лесах, на берегу озера, рек Ну, вот и такая традиция продолжается Снимались с природой Да, и мы тоже стараемся в летнее время сборы проводить на природе И даже тренировки проводить, и с залы выйти Единственное, зимой мы это делать не можем, потому что все-таки у нас суровый зим Хорошо, расскажите, а вот фильм в целом сложно было? Три месяца снимали, да? Вы сказали, что не так сложно В принципе, все прошло хорошо, да? Какие основные моменты достались в памяти, Саша, у тебя? Что самое вот запомнилось тебе? Вот больше всего мне запомнилось, как мы ездили на водопад И как мы тренировались в «Корабельной рощи» Было здорово Мне понравилось, да Есть дальше у тебя план сниматься в кино, может быть, появились? Планирую Планирую Да Волгалась очень, да Вот Скажите, о создателях фильма тогда Вот, Руслан, вопрос к вам Кто же все-таки создатель фильма? Я знаю, что вы один из авторов Я один из авторов, но есть у нас еще другой автор Его зовут Алекс Плат Который как раз и снял вот этот весь фильм Смонтировал его и представил в том виде, в котором мы сейчас его можем видеть Наверное, звукорежиссер какой-то был у вас особенный, да? У нас был особенный звукорежиссер Это Алексей Гордеев Является победителем по звукорежиссерам в 2016 году в кинофестивалях по Чувальской республике Нам очень повезло Он согласился для нашего фильма снять Такой фестиваль Асам, да? Который проходил? Да Он для нашего фильма сделал мелодию Специально Специально написал музыку Которая вот сопровождает весь этот фильм Я хочу добавить, что у этого автора Двое детей, правильно, да, занимаются карате И эта тема ему близка Близка И, конечно, человек очень Идея очень сильная Пришла ему в голову И он его воплотил Мы, естественно, в Федерации карате Чувальской республики Федерации карате России его полностью поддержали И будем поддерживать В его голове У него есть идеи еще о новых фильмах И это все в том плане Чтобы создавать мотивацию Занятия спортом у детей и у школьников А не только заниматься, скажем, чем-то другим Потому что соблазнов сейчас в наше время Очень-очень много И эти соблазны очень сильные Они очень конкурентоспособные Они, производители этих соблазнов очень богатые Они очень сильную рекламу создают А мы такой возможности не имеем И, тем не менее, стараемся бороться с ними Саша, тогда вот ты скажи Обратись к нашим телезрителям Вот сюда посмотри Скажи, что бы ты своим сверстникам, может быть И кто младше тебя посоветовал? Я посоветую вам отойти от компьютеров Заняться спортом И влиться в здоровый образ жизни Не нужно зависать в виртуальном мире Виртуальное пространство Абсолютно вообще бесполезное Бесполезно потерянное время Правильно говорить Зависают на самом деле Надолго, даже ночью Ночью, да Да, даже на ночь И потом школа уходит Школа уходит уже не выспавшаяся Не подготовленная Какая-то, может быть, учеба уже стопроцентная И все-таки, наверное, заслуга Саши Который сидит здесь Вот сейчас такой состоявшийся уже И каратист, и актер Это, наверное, заслуга родителей, да? Давайте, вот, Вячеслав Александрович Вы тогда к родителям обратитесь Которые смотрят нас И которые тоже думают Стоит или не стоит Может быть, музыкальное училище Может быть, спорт Вот что можете посоветовать? Ну, я советую, конечно, каратэ Специалист каратэ Потому что, вот, семейный пример Вот, кстати, родители Я сам родитель У меня все дети Занимаются каратэ И девочки И девочки И мальчики Все-все занимаются каратэ Шесть из них Обладателей черных поясов Один обладатель А сколько? Семь детей? Семь детей Один обладатель Желтого пояса И я считаю, каратэ Не мешает Моим детям Заниматься языками Многие из них знают По четыре языка знают Не два Вот чувакский русский, скажем А знают еще Два и на остальных языка То есть каратэ Занятие каратэ Что они стали? Мастерами спорта Обладателям черных поясов Не помешало им Овладеть языками Овладеть профессией Великолепно закончили университет На отлично закончили университет По своим специальностям То есть Это помогает только Способствует Многие Часть моих детей Музыкальной школы Закончили параллельно Занятием с каратэ Но это же нормально Ну вот так же То есть воспитывает дисциплину Чувство ответственности Вот вы правы Самодисциплина возникает Самодисциплина Внутренняя дисциплина Они уже время распределяют правильно Так для спорта Для музыки Для учебы И для чего-то другого Но личное время-то есть, Саша? Успеваешь что-то еще? Да, бывает Находится личное время Там для занятий музыкой А со сверстником футбола Гоняешь во дворе, нет? Бывает иногда, да Успеваем То есть время хватает Грамотное планирование, да, сегодня? Надо все распланировать И оставить время И на спорт, и на музыку А что? Телефон и компьютер Совсем тебя не интересует? Ну, во-первых, у меня практически нет наиза времени И бывает иногда, конечно, на каникулах Когда появляется минутка Чтобы отличиться от других дел Но нельзя перебарщивать То есть ты понимаешь Ты в курсе событий, но ты не зависаешь Вот я считаю, правильный подход Уже мышление уже взрослое Не детское мышление, а взрослый подход к делу К учебе, к жизни Рассуждаешь, да, уже как-то А вот это воспитание Восемь лет Восемь лет он занимается каратэ И здесь ведь, я не зря сказал Мы не только развиваем тело И изучаем приемы Но в первую очередь Мы прививаем самодисциплину Культуру, этику И целеустремленность И детских развиваем Вот он уже целе себе ставит Понимаете? Он уже в девятнадцать лет знает Или буду, как бы, преподавателем каратэ Или буду военным Или, вот сейчас вы сказали Может, даже артистом То есть три специальности уже у него в голове есть А спросите другого девятнадцатилетнего ребенка Хоть мальчика, девочка Спросите у него, кем будешь? Говорит, не знаю Ты даже студентов многие спрашивают А, не знаю А вот он уже знает Потому что уже целенаправленно идет к чему-то И это правильно Руслан, расскажите С каждым годом увеличивается количество желающих Прийти, заниматься каратэ? С каждым годом Количество учащихся растет у нас Вот Еще Если раньше у нас занимались Например, начинали заниматься В моей группе с семи лет То с этого года уже Этот возраст омолодился Уже начинаем брать с четырех лет Ну, уже с четырех лет, может? Мы ориентируемся на Японию На саму Японию Ведь они создатели этого искусства И спорта Они детей начинают обучать уже с рождения практически С рождения Мы отставали Мы не знали, что У нас не было методики Что, как обучать детей Вот такой младший возраст Но сейчас появилась методика Опыт появился у нас В нашей федерации И мы теперь смело можем обучать детей Четырех лет Пяти лет И даже у нас появились дети Двух лет Трех лет появились Это фантастично То есть Мы набрались опыта Уже можно к вам приходить? Или когда у вас набор? У нас набор Традиционно он в сентябре Но если есть большое желание родителей Детей То мы можем принять и в процессе учения Вот сейчас, да? Да, в сентябре Желательно, чтобы и родители тоже включались в тренировочный процесс Это как? Это выйти на то там вместе с... С ребенком С ребенком, да Мы культивируем так Значит, родители и ребенки Особенно нашего возраста Если там три года, четыре, пять Берем только обязательно с родителями Потому что родители... Да, это на одном волне должны Святой пример для такого ребенка Не мы еще Мы еще чужие для него, скажем Мы тренера, дяди Мама занимается Или папа занимается Это все Прямой пример Прямой пример Родителям полезно Они тоже укрепляют свое здоровье Меняются Какие у вас возрастные ограничения? До какого возраста? Возрастных ограничений нет Нету А, то есть и пенсионеры Если бабушки придут и увлекутся сами То могут продолжать заниматься Да, да, да У нас такие есть примеры Угу У нас есть соревнования ветеранов Там выступают Мужчины и женщины За 70 лет выступают Представляете То есть спорт на все года Да, карате для всех Для каждого Что ж, спасибо вам большое за беседу Приходите к нам еще А я вам, дорогие телезрители Советую не уходить от экранов Потому что прямо сейчас Вы сможете посмотреть премьеру фильма Дом колышущихся сосен До свидания И занимайтесь спортом Открывайся, давай Чего-то Встречай Встречай В движении Жизнь и суть В единстве Суть времен И в этом главный Жизненный закон Стремясь к познанию Помните всегда Сознание человека Это чаша А знание Желанная вода Путь праведной жизни труден С него нам легко свернуть Кто сможет достойно и честно Пройти свой жизненный путь Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой будет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты достойный спортсмен Я часто говорю моим юным коллегам, что никто не достигнет совершенства в карате Пока не поймет, что карате это прежде всего вера и жизненный путь Настоящее мастерство каратека приобретает с не чтением и разговорами А систематической тренировкой своего тела Вы должны быть предельно целеустремленными Отдавайтесь тренировке всем своим существам Забудьте о болтовне Если в бою вы наносите удар, то должны быть абсолютно убеждены Что этот удар единственный Это ваш последний шанс Именно он решает все в вашей жизни Екин Макоши Каратэдо – мой жизненный путь У всех, ребята, у всех, у всех, у всех У всех, у всех АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В отличие от многих моих сверстников, я выбрал жизнь не в виртуальном пространстве, а сложный, но очень интересный путь каратэ, путь вере и любви, путь к духовным вершинам, который показал великий учитель и мастер Гетин Кумакоши. И я постараюсь быть настойчивым и не сворачивать избранного пути, не выходя из своего дома колышущихся сосен, ведь дом не бросают. Субтитры делал DimaTorzok